МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страусы, они вообще неприхотливые природе. Если раньше думали, что они могут содержаться только в жаркой Африке и на песке, то сейчас уже доказано, что они комфортно себя чувствуют и в наших условиях Украины. Что зимой они хорошо переносят холод, что летом это естественная среда обитания для них. Данному страусенку три недели. Он находится сейчас в детском саду для страусят, где есть необходимый комбикорм с концентратами витаминов и минералов. И где манюня-кошадь. Работаю я с различными животными, которые содержатся в данном хозяйстве. Это и свиньи, и коровы. И также работаю непосредственно со страусом. Особенная отличающая черта страусов – это хорошее здоровье. Страусы ничем не болеют. Очень стойкий иммунитет ко всем болезням. Вырасти страусы в Украине несложно. Птица неприхотливая. И даже корму кормится сеножом, силосом, с применением концентрированных кормов. Сложностей нет ни в чем, потому что данная птица кормится тем же, что и наш крупно-рогатый скот. Разница по выращиванию страусов или других сельскохозяйственных животных очень колоссальная. Для страусов проводится только одна вакцинация. Это против болезни Нюкасла. И то она за счет госбюджета. Вакцина мы получаем совсем бесплатно. В начальном периоде выпаивается витаминами. Все. Если же сравнить с другими сельскохозяйственными животными, с свиньями и коровами, то там изначально надо в рацион ввести выпайку молока. Это существенно стоит денег. Значит, много различных вакцинаций против инфекционных заболеваний. Они тоже стоят прилично. Сначала, как я попал на предприятие, я работал в сеноводстве. Работал и зоотехником по кормам. Три года работал за фермой. Ну, интереснее, конечно, с траусами. Птица красивая, загадочная. Много чему учишься. Еще много чего не понимаешь. Непредсказуемое поведение. Это, во-первых, бывает спокойно. Там какой-то шорох, испуг. Все, они убегают. Причем это убегают хаосно. Толпа неуправляемая. Она любопытная. Это любопытство, это все. Они могут целый день стоять и смотреть. Будет сразу пытаться ущипнуть, где-то что-то стащить или кепку. Любопытный. За футболку будет тянуть. Очень дружелюбные, пока маленькие. Им интересно, как бы, познавать окружающий мир. Они подходят, знакомятся, пробуют все своим клювом на ощупь. И таким самым способом они ознакомлются даже с обслуживающим персоналом. Инстинктивно воспринимают его, как маму. Страусята привыкают к одному человеку. Они слушаются только его, когда он выгоняет их на улицу гулять. И когда уже вечером надо заходить, он только домой, домой, домой. И все, они его слушаются, заходят и все. Если ты одел уже другую одежду, они уже не так реагируют. Они сначала боятся, ходят, косятся. А потом привыкают. Когда я начал с ними работать, я долго не мог к ним привыкнуть. Ну, все боялся их. Тоже, получается, период, продуктивный период, самцы очень агрессивные. И подходя к сетке, в любой момент можно было ожидать прыжок или агрессивность со стороны самца. Меня очень пугало. Долго привыкал к этому. Ну, это что-то новое. Первоначально было. Когда я непосредственно стал работать с астралусами, столкнулся. Это другое поведение птицы, совсем непривычное к другим животным. Другой подход надо. Другие условия фиксации и обработки. Как бы надо к нему подходить смело, но с осторожностью. Потому что самец, доминантный самец, который охраняет стадо, он всегда старается защитить его. Он делает постоянно с определенным временем обход территории. Может подать агрессию. Ну, как бы распускает крыла, перья. И шипит, вытягивает шею высоко. И как бы этим самым он показывает об угрозе. Если не принять этого внимания, он может напасть. Нападение у него обычно бьет крыльями и ногами. Сильно бьется. Когти там крепкие, здоровые. Он может порвать и одежду, и даже травмировать кожный покров. Мы содержим страусов для воспроизводства и получения молодняка. Страусоводство в нашем хозяйстве зародилось в 2000 году. Было завезено 12 голов страусов, 8 самочек и 4 самца. Породы черный африканский страус. Сейчас у нас на ферме 730 голов страусов. Есть технологические процессы. Это содержание родительского стада, получение инкубационных яиц, инкубация, получение суточного молодняка, подращивание молодняка в брудере и от корма страусов. Продуктивный сезон у нас начинается с середины апреля и заканчивается где-то в середине сентября. Самочка за продуктивный сезон сносит у нас где-то 26-30 яиц в среднем. Сейчас 300 яиц. Уже окончание сезона. Собираем яйцо, дезинфицируем и складываем в камеру хранения яиц. Там 15 градусов, и яйца хранятся целую неделю. Затем каждую среду мы делаем закладку. У нас есть 2 инкубатора на 1008 яиц. Температура 36,3 и влажность 20. Ну, от 20 до 25. Здесь они инкубируются 39 суток. Потом перекладываем мы их в выводной шкаф, и там они уже у нас. Происходит вывод. Здесь написана дата и номер яйца. Мы можем знать, когда его снесли, и номер партии. В инкубаторе у нас еще механический поворот лотков. Поворачивается на 45 градусов через каждый час, или через 2 можно. Для того, чтобы эмбрион не присыхал в корлупе, чтобы он развивался хорошо. Были случаи, у нас было 2 эмбриона в одном яйце. Только цыпленок рождается, 950 грамм средний вес. А вот эти, которые 2, вылупились, был 1,450 грамм, а второй 500. Вот в среднем яйцо у нас 1,350 кг. Вот здесь сначала они у нас лежат в таком положении 2 недели. Потом мы делаем эмоцкопию. Смотрим, есть эмбрион или нет. Если есть эмбрион, мы намечаем воздушную камеру и ставим его воздушной камерой вверх. И цыпленок, когда лупится, он туда входит клювом, в эту воздушную камеру. Оператор-птичник им помогает вылупиться, делает таким острым молоточком над клюв, потому что они все самостоятельно могут вылупиться. Если это в дикой природе, то там как бы уже на выживаемость. Кто сильнее, тот и вылупился. У нас же технология получить больше оплодов. Для этого им нужна помощь. Вот это инкубационное яйцо. Мы здесь видим воздушную камеру. Цыпленок эмбриона здесь 21 сутки. Он еще, видите, когда он будет полностью развитый, здесь не будет пробела, он будет полностью темный. Уникальность у страусяда и любой птицы при рождении они рождаются с внутренним желтком, в котором есть все необходимые питательные вещества для их жизни. Ну, около двух-трех недель. Он рассасывается, и они могут находиться около шести дней, даже без воды и корма. Здесь у нас ясли для страусяд. Они здесь находятся до пяти дней. После того, как вывелись их сюда, температура у нас здесь 36,3, и влажность не меньше 40. Они здесь учатся ходить. Ходят они на следующие сутки. Они очень любят, когда в присутствии человека. Или можно включить музыку, чтобы они не боялись. Здесь они у нас не кушают. У нас здесь условно чистая зона. Они не кушают до пяти дней. На пятые сутки мы их передаем в брудер, и там они уже кушают, пьют водичку, ну, и гуляют, ходят на улицу уже. В рацион вводится вода, специальный комбикорн с концентратами и минеральными веществами. В воду добавляются специальные витамины для роста и поддержки иммунитета страусяд. И таким способом они выращиваются примерно до трех недель. Потом витамины с рациона можно снимать, чтобы не было привыкания организма. И добавляют уже сыпучие минералы, где находятся там кальций, фосфор, магний. Ну, для того, чтобы идет интенсивный рост костей, птица растет высокая. В 2008 году на территории предприятия был построен забойный цех, где производится забой птицы, разделка, упаковка в соответствии международным стандартам. Полтора года он достигает забойных кондиций весом где-то средним 95 килограмм. В среднем стуше мы имеем 34 килограмма мяса и 1,2-1,5 метра квадратных кожи. Страусиное мясо приравнивается к говядине. И кто потребляет страусиное мясо? Ну, кто не любит жирное мясо? Оно без холестерина, питательное. Так, продукция страусоводства пользуется все большим и большим спросом. Это и мясо, и фарш, и печень, и желудок, сердце. Очень любят яйца, как эксклюзив. Приехал, приготовил яичницу на 10 человек, удивил. Очень любят колбасу из мяса страуса. Особенно больше всего нравится печень. У них нет желчного пузыря. И именно печень, она так обладает сладким послевкусием. Вот у других животных такого нет. Ну, разве что у коней еще нет желчного пузыря. С самого начала, как в нашем предприятии организовывалось страусоводство, мы ездили учиться перенимать опыт. И к нам приезжали специалисты с ЮАР по бойне, по забою, по разделке, упаковке. Продукция реализуется в торговых сетях, в магазинах, в фирменных магазинах. Также производим колбасные изделия. Мы продаем живую птицу, суточный молодняк, взрослые поголовья. Сотрудничаем с ближним зарубежем и по территории Украины. Вкладываешь душу, ты все вкладываешь, чтобы сделать все лучше. И для себя, и для окружающих. Из этого, конечно, ты получишь отдачу в будущее. Надо просто любить свою землю. Другой работы я бы не хотел и не умею. Я не представляю своей жизни в другой сфере. Земля — это мое. Это мое. Морковое. Морковое. В точке улучшение в час, Улетbird,